Здравствуйте! Меня зовут Коди Мур и рядом со мной сидит здесь пастор Билл Хьюз на нашей программе «Актуальные вопросы». Сегодня мы хотели бы рассмотреть очень важную тему. Фактически все темы которые мы здесь обсуждаем они очень важны. Но эта тема особенная, потому как неправильное понимание этой темы может буквально повлиять на вашу вечную жизнь. И поэтому мы сегодня обсудим финальные события которые происходят в истории этого мира. И эта наша программа выйдет в двух частях. Первая часть сегодня в которой мы рассмотрим обстановку в общем во всем мире. И затем мы собираемся сделать еще по этой теме вторую часть которую мы проведем на следующей неделе. И так прежде чем мы начнем давайте помолимся. Отец Небесный Господь мы просим Тебя прибудь с нами сейчас во время этого обсуждения. Господь в наши дни мы слышим столько много различных голосов в этом мире. Господь мы хотим слышать Твой голос. Не голос пастора Билл Хьюза и не голос Коди Мура. Мы просим чтобы Ты Господь со своей совершенной истиной руководил всем этим обсуждением. Для того чтобы мы могли понимать и уразуметь и принять за тем необходимое соответствующее действие в нашей жизни. Дай нам силу сделать это Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И так пастор Хьюз. Как обстоят дела после уже нескольких месяцев с момента нашего последнего с вами обсуждения? И что за это время произошло нового и что происходит в мире? Мне известно что с какой точки зрения мы бы не рассматривали сегодня эти вопросы? Но определенные новости есть и из Африки и кое что сегодня происходит и в церкви и в мире. Происходят события и мы следим за этими событиями в Ютюбе. Потрясающие события не так ли? Коди без сомнений это так и есть. Действительно мир сейчас находится в свободном падении. Мы видим это на основании того что происходит в Ютюбе. Я просто поражен от того что я вижу на этом сайте. Я просто поражен что 13-14 тысяч человек в течении месяца могут просматривать наши видео. Благодарение Богу! И всякий раз это число только увеличивается. Я имею ввиду что число подписчиков нашего канала постоянно возрастает. Если я не ошибаюсь в прошлом месяце ты сказал что у нас 265 новых подписчиков. И я настолько благодарен каналу Ютюб что мы можем прямо и твердо высказывать свое мнение в среде различных крайностей которые существуют наше время. И мне приятно то что мы можем дать ясную и прямую весть избегая при этом крайности. И ты сам в своей молитве сказал что существует сейчас настолько много различных голосов. Есть такие которые говорят что Святой Дух не является личностью. Другие говорят что Церковь является Вавилоном. Следующие говорят что мы должны называть Бога каким-то особенным именем. Есть такие которые считают что мы должны соблюдать иудейские праздники. Другие говорят что Иисус умер в среду. Ты знаешь Коди что все эти заблуждения продолжают увеличиваться. И недавно мы слышали как некоторые начали устанавливать время и это очень сильно распространяется сейчас в интернете. И это Коди происходило уже много раз за последние 35 лет. И поэтому Коди я благодарен Богу за эту прямую ясную весть которую мы можем дать людям этого мира используя сайт Ютуб. Я очень благодарен Богу за эту возможность. Мы также совершаем массовую рассылку в интернете и получаем хорошие отзывы об этой нашей работе. Более 5000 человек сейчас участвуют в программе по изучению Библии. О той работе которая происходит в Африке. Это просто поразительные истории которыми мы собираемся поделиться сегодня. Например у человека по имени Абдул Мухаммед. Он египтянин. Его семья приняла трехангельскую весть. И они все были убиты за это. Благодарение Богу Коди за истину которую мы имеем. Так что я благодарен что во свете всего того что происходит и в мире и в церкви и все постоянно меняется. И так же благодарен Коди за Божие обетования. Одно из которых было дано Зарвавелю. И я читал это уже сегодня утром. Это записано у пророка Захарии в 4 главе. Там говорится «Не воинством и не силою, но Духом Моим говорит Господь Савов. То ты великая гора перед Зарвавелем, ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Я настолько благодарен Коди за Божье обетование которое не спровергает любую гору и которое превращает в тишину любой голос потому что Слово Божье неизменно исполняется. Я благодарен Богу за это». В мире с постоянно изменяющейся политикой, с изменяющимися доктринами и так называемым Новым Светом мы постоянно можем обращаться к Богу который не изменяется и найти Его прямое свидетельство. Аминь. И это не какое-то новое странное понимание но это прямое свидетельство которое базируется на основании путевых столбов истины которые были положены еще в начале времен. Вот какому Богу мы служим. И поэтому мы можем вернуться назад к Библии и к трудам Духа Пророчества. Когда мы чувствуем что нам недостает проницательности тогда мы можем вернуться к пророческому слову и на надежное основание на котором мы можем стоять. Мы не должны уходить с этого основания иначе мы попадем в волны различных человеческих учений. Учений всякого человека у которого есть видеокамера. Аминь Коди. И тот который может снимать видео. Благодарение Богу за это. Это просто прекрасно. Хорошо Билл давай начнем с первого вопроса. Да приступим. Почему вы думаете Билл что мы находимся очень близко к вечности? Коди на этот вопрос мы можем ответить словами которые записаны во втором послании Петра в первой главе стих 19. И Петр говорит. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как к светильнику сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших.» Книга Откровения Коди и книга «Великая борьба» показывают нам на ориентиры и на указательные столбы на протяжении всего нашего пути. И разумеется одним из основных таких указательных столпов Коди это предельно ясно изложено что этим столпом является определенное событие в истории Америки и в истории всего мира. После чего должно произойти ограничение свободы совести. И в Америке это может включать в себя и поправку к конституции и изменение неотъемлемых прав граждан. Эти права сегодня постоянно подвергаются нападкам. Полагаю что больше всего нападки происходят на вторую поправку которая гарантирует нам гражданам Америки приобретение оружия. Коди, начиная с президентства Рейгена когда была совершена попытка покушения на жизнь президента Рейгена человеком по имени Джон Хингли младший в 1981 году и реакцией на это покушение был протест и требование прекратить продажу оружия или же серьезно ограничить эту свободу которая нам была гарантирована. Коди и такие попытки ограничить эту свободу продолжаются уже на протяжении последних сорока лет. И для меня эта вторая поправка является знаковой которая как бы оберегает все остальные свободы которые у нас есть. И эта вторая поправка подверглась нападению в таких местах как школа в Портленде, Южной Флориде, городе Форт Лодерлдейл, Джорджия, Калифорния, Колорадо. Я имею ввиду что все это не прекращается. Во всех этих местах люди безответственно использовали оружие. И после этого сразу же слышалось требование давайте прекратим обращение оружия. Коди нам известно из библейских пророчеств что будут предприняты атаки на эти поправки Конституции. И самым большим атакам подвергнется первая поправка Конституции которая гарантирует религиозную свободу. И так для меня это путевые указатели с помощью которых я могу видеть как происходит попытка убрать гражданскую и религиозную свободу. И этот процесс происходит. Эти попытки убрать свободы показывают мне где мы находимся на этой шкале времени. И на самом ли деле мы стоим на границах вечности. Аминь. И так ты наблюдаешь за этими событиями которые происходят в мире и ты наблюдаешь за ними смотря на них через объектив Библии. И нам пытаются внушить что все эти события связанные со стрельбой в школах. Что все эти происшествия никак между собой не связаны. Но ты говоришь что все эти события которые происходят это стрельба и остальные события которые происходят в мире. Например пожары которые совсем недавно произошли в Калифорнии. Все эти события приближают к этому Рубикону. И с одной стороны есть Бог который позволяет происходить всем этим природным катастрофам для того что бы пробудить людей и обратить их внимание на всю серьезность и торжественность времени в которое мы живем. И с другой стороны это сатана и его злые силы которые работают сейчас. Все таки на сколько ужасно то время в которое мы сейчас живем. Когда взрослые люди беспокоятся о том что бы не быть убитыми собственными детьми. И все это работает для достижения одной и той же цели что бы убрать ту защиту которая предоставляет нам Конституцию. И Биль о правах. И конкретно вторая поправка Конституции. И мы можем прочитать целый список имен. Это и Томас Джефферсон и Джон Адамс и Джордж Вашингтон. Что все они думали об этой поправке. И теперь все эти силы работают для того что бы забрать у нас религиозную свободу. Свободу выражать свое мнение. И по сути можно употребить терминологию которую поймут большинство из протестантов. Это устранение свободы совести. Это в действительности та цель которую эти силы пытаются достичь. Да безусловно. Знаешь Коди ты высказал очень интересную мысль. С одной стороны мы видим попытки устранения Конституции. А с другой стороны мы видим как происходят природные катастрофы. В книге «Великая борьба» на страницах 589 и 590 предельно ясно сказано что Бог позволяет дьяволу действовать через силы природы. Эллен Уайт говорит что быстро сменяя друг друга. Будут происходить ураганы, торнадо, голод и землетрясения. И затем в этом контексте всех этих природных катастроф Эллен Уайт пишет «И затем великий обманщик будет внушать и говорить этому миру что все это происходит из-за тех которые отказываются почтить и соблюдать воскресный день». И так в книге «Великая борьба» соединяется вместе с природной катастрофой и законом о воскресном дне. И поэтому когда мы видим все эти природные бедствия это все происходит для того чтобы приготовить разум людей как в Америке так и во всем мире и так же все эти стрельбы в общественных местах. Все это для того чтобы приготовить разум людей живущих на всей нашей планете чтобы они приготовились распрощаться со всеми своими свободами. Все это идет подготовка к одному событию. И так все это части одного зловещего плана по разрушению. Это просто удивительно. Вся борьба происходит вокруг одной заповеди. Одного принципа который говорит «помни день субботний» и фактически дьявол отчаянно пытается уничтожить только одну эту заповедь. Да это просто поразительно то что ты сейчас сказал. Существует ли какие-либо свидетельства Библии о том что мы близки к завершению земной истории. Знаешь Коди? Или же в трудах Духопророчества? Две главы которые нам говорят об этом это 13 и 17 главы книги Откровения. Эти два библейских повествования которые настолько ясно говорят о том что к концу мировой истории Откровение 13 глава стихи с 11 по 18 и вся 17 глава книги Откровения. Здесь очень ясно сказано что зверь подобный Альцу который символизирует США объединиться с папством и будет навязывать почитание воскресного дня, который является папским установлением. Ключевым элементом который будет использоваться Америкой во всех этих событиях будет образ зверя. Этот образ зверя будет сформирован когда отступившие протестантские церкви возьмут под свой контроль государственную власть и будут использовать ее для того что бы установить закон о почитании воскресного дня. И так мы видим здесь три эти силы и возвращаясь к выборам которые проходили в 2016 году Дональд Трамп осознавал что если он не сделает что-то достаточно экстремальное то он просто не сможет попасть в это президентское кресло. И поэтому он выступил перед протестантами и он сказал им «Послушайте, если вы посадите меня в это кресло, то я сделаю для вас все что только вы пожелаете.» Коди три штата которые способствовали тому что бы Трамп попал в Белый дом это штат Флорида, Пенсильвания и Огайо. Именно голоса избирателей из этих штатов были теми которые принесли Трампу победу в 2016 году. Дональд Трамп сейчас находится в Белом доме благодаря протестантам которые за него проголосовали. Теперь он занимает эту должность. Книга Откровения 17 глава говорит о том что отступившие протестанты получат власть для того что бы они смогли принять закон о почитании воскресного дня. Книга Откровения 17 глава говорит о том что произойдет всемирный заговор папства, царей земли, купцов земли и всех церквей мира сего. Книга Откровения 17 глава говорит предельно ясно о том что в этом мире будет создан союз сил которые будут продвигать законы воскресном дне. И то превосходство которое папство имело в старом свете будет восстановлено в новом свете. Итак книга Откровения 13-17 главы книга Великая борьба критически и важны если мы хотим понять где мы находимся в истории. И закон о воскресном дне определенно в настоящее время уже близок. Откуда мы можем знать что закон о воскресном дне уже близок? Какие еще доказательства этого вы можете предложить? Полагаю что доказательством этого может послужить то что произошло летом 2015-го года. Когда папа Франциск выпустил энциклику название этой энциклики Лаодато Си. И в этой энциклике летом 2015-го года папа Франциск обсудил вопросы о сохранении окружающей среды. И в этой энциклике он говорит что для того чтобы сохранить окружающую среду нам необходимо почитать воскресный день. И так этот человек проталкивает воскресный закон под предлогом сохранения окружающей среды. Что является огромной проблемой в нашем мире сегодня. Я думаю что этот пример является ответом на заданный тобой вопрос. И так сейчас ты связал эти вещи вместе не так ли? События в мире такие как стрельба в общественных местах. Высокий уровень преступности. Тяжкие преступления которые происходят в нашей стране все чаще и чаще. Движения которые пытаются уничтожить наши права. Потому как эти права являются фактически нашими привилегиями. У нас не будет этих прав если мы сами не будем их соблюдать. И поэтому они подталкивают людей к тому чтобы они разорвали эту связь доверия по отношению к этим правам. И это все ведет к тому что они будут иметь власть контролировать и в конечном итоге убрать эти права. И с другой стороны мы видим изменение климата или глобальное потепление. Как это называлось двадцать или тридцать лет тому назад. Это понятие много раз уже изменило название. Мы слышим как мировые лидеры говорят о том что мы уничтожаем и разрушаем землю. И кто предлагает решение этой проблемы? Человек который якобы несет мир. Папа Франциск. Именно он предлагает решение этой проблемы. И в его энциклике папа утверждает что для того чтобы победить высокий уровень преступности нам нужен день семьи. А для того чтобы защитить окружающую среду нам нужно по всей земле один день покоя. Мы должны соблюдать воскресный день и не работать в этот день. Узаконивать нравственность это полностью противоречит тому что учит Библия. Так что все эти факторы объединяются вместе. Библия очень ясно об этом говорит. Итак, если мы видим всех этих правителей которые в разных странах представляются оппонентами. Ну например Путин оппонент Трампа. Все эти люди которые кажутся многим что они не в ладах друг с другом. Например говорят Трамп не согласен с папой Франциском. Это все просто шоу потому что в книге откровения в 17 главе и в 18 главе сказано что купцы и цари земные прелюбодействовали с этой вавилонской блудницей. Они все связаны вместе. Да, безусловно это так. И мы видим весь этот обман на таких каналах как CNN или ABC. Это происходит именно по всем этим причинам. И Библия говорит о женщине которая находится в пустыне. И это просто удивительно. Или ты хотел что-то добавить к сказанному. Я просто хотел заметить Коди что все СМИ контролируются купцами или бизнесменами которые в свою очередь контролируются папством. СМИ говорят нам именно то что Рим хочет чтобы мы слышали. И весть Рима через СМИ к этому миру та что политики этого мира полностью дезориентированы и не могут установить порядок в мире. В политическом мире присутствует полная путаница. Это та весть которую они пытаются внушить этому миру. Но фактически если мы будем основываться на истинном пророческом слове о чем сказано в первом послании Петра в первой главе. Это слово говорит что они все объединены вместе. Они сделали всю эту путаницу с той целью чтобы мы запутались. Так чтобы мы смотрели на весь этот хаос. А когда наступит нужное время для них. Чтобы было принято нужное им решение. Чтобы мы в это время были бы настолько запутаны. И чтобы мы смотрели на весь этот хаос. И тогда они выйдут вперед и скажут вот то решение которое нам всем нужно. Это диалектика Гегеля. И это всего лишь диалектика Гегеля. Это то что происходит в Коди. Они примут решение которое якобы остановит все это безумие. Да это так. Это то чего они добиваются. И еще я хочу добавить что для нас как христиан как адвентистов небезопасно возлагать надежду на политиков. На таких как Гленбек, Раш Лимбо и на всех этих людей которые кажется хотят установить какую-то нравственность и порядок и те которые указывают пальцем и говорят что мы в проблеме. Потому как нам известно согласно тому что сказано в Откровении в 17 главе и в 18 главе а также в 13 главе что все эти политики не смогли бы занять свои кресла если бы они не делали то что им велят. Да это так. И это касается всех политиков. Лимбо, Хенетти, Бек, Дэвид Мур. Все эти люди контролируются купцами земными. Руперт Мердок австралийский медиомагнат. Он является собственником 150 СМИ каналов по всему миру. Интересно. И он является членом ордена рыцарей Мальты. Он продал свою душу Риму и исполняет именно то что Рим говорит ему делать. И так какую весть вы можете услышать от Fox News собственником которой является Руперт Мердок. Они внушают что необходимо вернуть нравственность в сферу политики. Они говорят что мы должны победить врага где-то там слева. Обама, Клинтон, демократы и так далее. Это то что говорится на Fox News. И это именно то что Рим желает что бы вы все слышали. Они говорят нам что мы все должны сражаться против плохих парней. Где-то там. Но на самом деле плохие парни это Рим. Да это просто поразительно. Благодарение Богу за Библию в которой нам даны ясные ответы на эти вопросы. Благодарение Богу. Какова будет роль католицизма в заключительных событиях истории? И какова роль протестантизма? Я хочу сейчас прочитать несколько утверждений Коди. Я думаю что Элен Уайт прекрасно отвечает на все эти вопросы. У меня в руках компиляция которая называется «Грядущий кризис» которую составил Роберт Уолсон. Он работал в Комитете по трудам Уайт в 60-х, 70-х и 80-х годах. Эта компиляция составлена из высказываний Уайт о событиях последнего времени. Потрясающая, просто потрясающая компиляция. Здесь сказано следующее. Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин которые все они разделяют, начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих организаций, тогда можно будет сказать что в протестантской Америке сформировался образ или подобие римской иерархии неизбежным следствием чего станет применение гражданских мер, наказания в отношении инакомыслящих. Конец цитаты. Это цитата из книги «Великая борьба» страница 445. Мы видим как ведущие церкви Америки в наши дни объединяются в экуменическом единстве. Это то что происходит уже в течение 60-ти лет, начиная со Второго Ватиканского Собора. Это было как прорыв плотины. Начиная со Второго Ватиканского Собора с 1962 года и до 1965 года и затем было собрание в Лима, Перу в 1982 году когда был подписан этот БМН документ. И сейчас мы уже видим одно экуменическое собрание которое проходит за другим. И там присутствуют и католики и православные и мусульмане и адвентисты седьмого дня. Все эти церкви Коди объединяются вместе в экуменической гармонии. Вот еще одна цитата из книги «Великая борьба» со страницы 444. «Многие считают что широкое разнообразие доктрин в протестантских церквах является решающим доказательством того, что невозможно насильственным путем добиться единообразия в учении. Но в течение целого ряда лет в протестантских церквах существует сильное и всевозрастающее стремление к единству на основе общих доктринальных положений. Для обеспечения такого единства церквам придется отказаться от обсуждения тех вопросов, в отношении которых нет единства мнений, какими бы важными они не были с библейской точки зрения. Именно это и происходило в Лима Перу в 1982 году. Там обсуждались вопросы крещения, евхаристии, служения. Они сказали мы объеднемся вокруг этих вопросов. Но все остальные вопросы которые являются критическими мы их просто отложим в сторону. И так, отступивший протестантизм, римский католицизм и отступивший адвентизм все эти церкви собираются вместе, отложив в сторону те вопросы по которому на них нет согласия и они объединились по темам в которых у них есть полное согласие. А те вопросы по которым они не согласны, они отложили в сторону. Они положили образно говоря все эти вопросы под ковер и больше не обговаривают все эти вопросы. Вот еще одно утверждение на этот раз из Review and Geralt от 1 июня 1886 года. Здесь говорится «Однако это объединение не затронет и не изменит католицизм. Рим никогда не изменится. ООН претендует на непогрешимость. Это протестантизм изменится. Принятие либеральных идей приведут его протестантизм туда где он сможет подать руку католицизму. Библия является основой нашей веры. Таков был лозунг протестантов во времена Лютера. В то время лозунгом католиков был следующий лозунг «Отцы церкви, обычаи и традиции». В настоящее время многим протестантам трудно доказать свои доктрины на основании Библии. И тем не менее они не имеют морального мужества, чтобы принять истину которая включает в себя крест. И поэтому они быстро переходят на католическое основание. Протестанты девятнадцатого века быстро приближаются к католикам и к их неверию по отношению к Писанию. И обрати внимание коде Рим не изменился. Группы которые изменились это отступившие протестанты и адвентисты седьмого дня. Это те кто изменились. Рим никогда не изменится. Это интересно. И так, одна из этих доктрин которые все протестанты получили от своих основателей о том что власть антихриста, о которой сказано в Даниила 7 главе и в книге откровения в 13 главе и в 17 главе откровения и в 18 главе откровения, где описывается вавилонская блудница антихрист которым является римский католицизм. Этот пункт учения не входят в такие вопросы как крещение, евхаристия и служение. И поэтому этот вопрос был выброшен. Если вы являетесь адвентистом седьмого дня и вашим основанием является учение о небесном святилище и о том искуплении которое там продолжает происходить. То в таком случае этот пункт вашего учения нужно также отложить в сторону. Потому как не каждый из присутствующих там верит в это. Это просто интересно. Этот пункт связан с природными катастрофами, с тем что происходит на политической арене. И сейчас мы видим что этот вопрос связан со всемирным советом церквей и экуменическим движением. И они превосходно все соединяются друг с другом. И у всех есть одна цель и они все движутся на скором поезде к изданию закона о соблюдении воскресного дня. И это просто удивительно и поразительно. И Уайт еще в 19 веке писал о том что протестантизм изменится и они вернутся назад к Риму. Насколько же более ярко и сильно происходят все эти процессы в 21 веке? Мы нуждаемся в том что бы как никогда раньше сблизиться со Христом. Да ты абсолютно прав Коди. Мы нуждаемся в нравственном мужестве для того что бы защитить истину. Мы нуждаемся в нравственном мужестве Коди. Это просто невероятно то что сейчас происходит. И насколько быстро все изменяется как ты сказал подобно скорому поезду. Они в полном единстве движутся к тому что бы изменить одну заповедь. И все что происходит в мире будь то в сфере политики или в сфере религии все идут вместе что бы изменить эту заповедь. Мы рассмотрим это более подробно на следующей неделе. Но в адвентизме седьмого дня в его объединении с другими церквами адвентисты седьмого дня должны отложить в сторону вопрос о святилище. Они должны отложить в сторону дух пророчества. Они должны отложить в сторону наше понимание о том что папство является антихристом. И какие пункты нашего вероучения мы почти что не слышим уже от адвентистов седьмого дня? Наше понимание о небесном святилище наше понимание о духе пророчества. И о том что папство является антихристом. Я задал вопрос некоторым людям на прошлой неделе. Я спросил их когда вы в последний раз слышали проповедь в церкви о том кто является малым рогом из книги Даниила 7 глава? Или о том что папство является антихристом? Было ли это 5 лет тому назад? Или это было 10 лет тому назад? А может 20 лет тому назад? Вы больше не слышите этих тем, не так ли? Но эти темы являются основными темами нашего учения. Мы на следующей неделе будем говорить более подробно по этим вопросам и о том в какой опасности находится сейчас церковь стать сестрой Вавилона. Она не является еще Вавилоном, но находится в опасности стать сестрой Вавилона. И еще один вопрос. Какова последовательность событий и что написано в книге Откровения? О том что должно произойти перед возвращением Христа? Первое монументальное событие коде о котором говорят библейские пророчества и которое прямо перед нами это национальный воскресный закон. Это самое главное событие и все что мы до сих пор упоминали приближает нас к этому единственному событию. И когда будет принят воскресный закон тогда начнется суд над живыми адвентистами седьмого дня. Не над членами других церквей, но именно над адвентистами седьмого дня. Потому как в книге Иезекиилю в 9 главе и в 1 послании Петра в 4 главе очень ясно говорится что суд должен начаться с Дома Божьего. Итак, во время установления национального воскресного закона адвентисты седьмого дня предстанут перед судом именно с них начнется суд. Те из адвентистов седьмого дня которые будут найдены верными они будут запечатлены и они будут участвовать в провозглашении громкого клича о котором сказано в книге Откровения 18 главе. Но те адвентисты седьмого дня которые будут найдены неверными они получат начертание зверя и станут наиболее яростными противниками Божьего народа и Божьей истины. В течении того времени когда будет провозглашаться громкий клич описанный в 18 главе книги Откровения это будет время которое названо временем малой скорби. Если мы уже сейчас говорим что государство в мире уже сейчас находится в состоянии хаоса то тогда когда будет малая скорбь все будет гораздо хуже. Потому как позвольте я прочту одно утверждение которое взято из Ревью энд Геральт от 18 ноября 1888 года. Наступает время когда закон Божий в особом смысле станет недействительным в нашей стране. Правители нашего народа законодательными актами обеспечат соблюдение воскресного закона и это приведет к тому что народ Божий окажется в большой опасности. Коди как мы можем понять это словосочетание большая опасность? Означает ли это то что мы потеряем все наше земное имущество? Будем ли мы изгнаны в это время из наших домов? Вообще что у нас останется в это время? Некоторые люди будут брошены за решетку, другие будут убиты. Мы видим что в это время будет существовать полный хаос. Когда наша нация в своих законодательных актах примет законы ограничивающие свободу совести людей по отношению к их религиозным обязанностям в соблюдении воскресного дня и привнесении деспотической силы против тех кто соблюдает седьмой субботний день, тогда закон Божий во всех отношениях в нашей стране будет аннулирован и национальное отступление приведет к национальной гибели. Как ты можешь объяснить эти слова национальная гибель? Транспорт больше не будет доставлять товары в магазин, там будут пустые полки и у людей будет нечего есть. И когда у людей нечего есть, будут ли они проникать в дома других людей и воровать у них? Люди будут убивать друг друга для того что бы хоть как-то прокормить свои семьи. Просто представьте себе эту картину. Мы говорим сейчас о том времени когда в нашей стране будет принят воскресный закон. Когда это произойдет, то в течение короткого времени Америка будет полностью разрушена. Национальное отступление приведет к национальной гибели. И будет происходить после того как будет принят воскресный закон во время малой скорби. И в это время народ Божий будет участвовать в провозглашении громкого клича из книги Откровения 18-й главы. И тогда отступившие протестанты и католики и люди мира сего будут слышать весть сказанную под влиянием позднего дождя Святого Духа. Многие, как мы читаем в книге «Великая борьба» на странице 612, многие в то время перейдут на сторону истины Божией и они получат печать живого Бога. Те, которые противостанут и отвергнут эту весть принесенную поздним дождем, они тогда объединятся со вступившими адвентистами седьмого дня и примут начертание зверя. До этого момента каждый будет иметь возможность услышать эту весть и тогда дверь благодати для каждого человека закроется для остальных людей этого мира. И тогда будут излиты семь последних яст, о которых сказано в книге Откровения 16-я глава. Иисус тогда выйдет из святого святых и будет готов вернуться. Народ Божий, получив силу позднего дождя Святого Духа, встанет твердо на сторону Божью, и будут в то время жить без посредника, и они пройдут через время семи последних язв, время которое Библия называет временем скорби Иакова. И тогда будут излиты язвы описанные в книге Откровения 16-й главе. Первая язва будет излита на тех, которые приняли начертание зверя, что является соблюдением воскресного дня. И тогда будут излиты остальные язвы. И при последней язве произойдет второе пришествие Христа. Да это впечатляет. Есть еще один аспект о котором нужно сказать. Бог тогда произнесет следующие слова. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще. Итак, если мы примем решение встать на сторону Христа, и вы полностью подчинитесь Ему, то вы не будете бояться, когда вы будете переживать это время, живя без посредника. Потому что тогда вы будете наделены властью и силой позднего дождя, силой которую принесет четвертый ангел, чтобы вы смогли устоять в эти последние дни. И если вы захотите узнать насколько велика будет эта сила, то мы знаем что она будет сильнее чем то что происходило во время раннего дождя. Ранний дождь был излит во время пятидесятницы. И посмотрите как действовали тогда мужчины и женщины. После того как они получили ранний дождь Святого Духа, они перевернули тогда этой вестью весь мир. И уже тогда Евангелие было проповедано всем живущим в то время. И точно так же произойдет и в будущем. Народ Божий будет наделен силой идти и проповедовать слово каждому человеку, живущему на этой земле, для людей из различных церквей, из церквей отступившего протестантизма, не для адвентистов седьмого дня, для них тогда уже все будет окончено. Но в отступивших протестантских церквях и в Римно-католической церкви будут люди, которые услышат призыв, выйди из нее народ мой. И Америка, я говорю это как патриот, и я знаю что ты также патриот Америки, я люблю эту страну, я очень ценю то что Бог сделал для этой страны. Если мы как народ спокойно и молча примем то что происходит, в таком случае мы как народ отвергнем истину Божью, и в таком случае мы постараемся установить свою личную версию нравственности, вместе с законом о воскресном дне, и тогда Божья благодать будет забрана от нашей земли, и скорая и быстрая гибель постигнет эту страну. Да, безусловно. И я даже не могу себе представить что будет происходить с нашим миром, но Библия говорит что мир просто распадется на части. Семьи будут выброшены из их домов, будет забрано личное имущество людей и их жизни, карьера этих людей будет выброшена на мусорку, и не важно какое положение они занимали в обществе. Итак, что нам необходимо делать чтобы приготовиться к этим событиям? Должны ли мы приобретать много домов или скупать поля? Должны ли мы накапливать имущество? Или же сфокусироваться на нашей карьере? Или же нам нужно сфокусироваться на нашем служении? Сосредотачивать ли нам наше внимание на вещах которые имеют временное значение? Или же нам нужно пребывать у ног Христа и учиться у Него? Потому что самое страшное в этом вопросе Билл, то что если размышлять о всех этих мелких вещах без просвещения Духом Святым, все это звучит вполне нормально. Кто не пожелает чтобы все церкви были вместе и перестали уже наконец-то спорить друг с другом? Кто не пожелает чтобы уже наконец-то прекратилась эта стрельба в школах? Кто этого не желает? Кто хочет чтобы окружающая нас среда была разрушена? Лично я этого не хочу. Кто хочет чтобы окружающая природа пришла в страшное состояние. Но как ты это уже сказал это гегелианская диалектика. Когда они предлагают свое решение этих проблем, а мы говорим о это прекрасное решение проблемы. И причина почему мы принимаем их решение потому что мы готовы сделать все что только возможно чтобы прекратить эту стрельбу в школах. Все для того чтобы остановить кровопролитие, все для того чтобы остановить природные катастрофы, все для того чтобы остановить религиозный фундаментализм, все это сумасшествие которое происходит в исламе и во многих других церквах. И это настолько страшно если мы не доверяем Богу то мы конечно же примем воскресный закон и нет шанса чтобы мы не приняли его как ты уже упоминал сегодня в своей проповеди. Вы не можете сказать сегодня я буду делать то что я хочу, но когда будет принят воскресный закон тогда я буду действовать по другому. Нет, так это не работает, кого мы на самом деле обманываем? Бог знает наше сердце, Ему известен конец от начала. Думаем ли мы на самом деле что Он любит нас настолько сильно что позволит нам манипулировать собой чтобы Он дал нам вечную жизнь? Нет, у нас должны быть взаимоотношения с Ним и если мы не имеем в своем сердце любовь к Богу, слава Богу за то что Он дает нам эту любовь как дар. Аминь. Аминь. Билл, есть ли у тебя кое-что добавить по этому вопросу? Я согласен с тем что ты сказал Коди. И так на этот вопрос мы уже ответили. Вот послушай еще один интересный вопрос, я слышал этот вопрос уже несколько раз и он касается этой вести которую мы распространяем. Люди говорят, ну хорошо, папа является антихристом. И события в политике продвигаются к тому что будет принят воскресный закон. И как мы можем противостоять этому? Что мы можем сделать чтобы этого не произошло? Коди я полагаю что совет который дал Иисус и Евангелие от Матфея в 28-й главе это то что нам необходимо сейчас делать? Иисус сказал дана Мне всякая власть на небе и на земле. И так идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Коди мы не можем остановить все эти события так что бы они не произошли. Мы не можем этого сделать. Но Бог дал нам все необходимое для того что бы мы могли распространять истину так что на сколько можно больше людей могло бы слышать эту весть что бы они смогли приготовиться к тому что должно произойти в этом мире. Что бы они были готовы ко второму предшествию Христа. Это то чем мы должны занимать наше время. Распространять эти вести из книги Откровения 14-й главы. Распространять для многих людей на сколько это возможно. Вот еще одно утверждение Эллен Уайт где она говорит. «Мы стоим на пороге кризиса всех веков. В быстрой последовательности суды Божьи следуют друг за другом. Мы не должны быть удивлены в это время этими великими и решающими событиями. Потому что ангел милосердия не может уже больше сохранять нераскаявшихся.» Итак Коди согласно тому что здесь говорится мы должны делать все что в наших силах для того что бы оповестить об этом тех которые еще не знают Христа. Тех кто еще никогда не слышал этой вести. Это то что нам нужно делать. Это самое лучшее то что мы можем сделать для всех жителей нашего мира. Аминь. Но мы не должны распространять эту весть стараясь при этом угодить людям. Мы не должны смягчать эту весть. Но мы должны говорить людям в духе и в истине. Но вместе с тем с любовью и добротой. О том торжественном времени в которое мы сейчас живем. Я помню как ты сказал в одной проповеди как некоторые люди ушли потому что им открылась неприятная для них истина. До благодарения Богу. Если я что то делаю и это может стоить мне жизни вечной. Я бы хотел что бы ты мне указал на это. В этом и проявляется истинная любовь. Истинная любовь заключается в том что бы любить на столько своего ближнего что бы не заботиться о том что о тебе подумают люди. После того что ты скажешь то что должен сказать. Аминь Кони. И так что нам нужно делать? Мы не должны бороться с этим организовывая какие это политические партии и искать какого то влияния в Конгрессе. Мы можем бороться с этим только тем что будем распространять вернейшее пророческое слово. Распространяя весть надежды и истины, искупления от греха и о том что папа является антихристом, о начертании зверя, о грядущем суде, о следственном суде, весть о небесном святилище, о состоянии умерших, все эти темы и все эти вести должны достичь самого сердца и быть в центре всего нашего существования. Аминь. Я согласен с этим Коди. Это безусловно так. Коди, вот еще одно утверждение из Review in Geralt 21 марта 1878 года. «Вскоре накопленное богатство не будет иметь никакой ценности, когда выйдет указ, никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме имеющих начертания зверя, и потому большие сбережения окажутся бесполезными. Бог обращается к нам теперь, сделать все возможное, чтобы предостеречь этот мир.» Здесь очень ясно все сказано. Аминь. Да, потому что в этот день, когда Новый Иерусалим сойдет с небес, и ворота будут закрыты, и все грешники окажутся снаружи. Я не хочу смотреть ни в одно лицо тех людей, с которыми я сейчас знаком, если я не сказал им истину. Аминь, Коди. Коди, вот еще одна цитата из «Свидетельств для церкви», 5-й том, страница 152-я. Заметьте то, о чем здесь говорит Эллен Уайт, о чем Господь здесь говорит. «Скоро настанет время, когда мы не сможем ничего продавать, ни за какую цену. Вскоре выйдет указ, запрещающий людям продавать, тем кто не имеет начертания зверя, так и покупать у них.» Четыре ангела по-прежнему удерживают четыре ветра. Потому что мы еще не готовы. Нам предстоит проделать важную работу. И лишь после этого ангелам будет дано повеление отпустить четыре ветра, чтобы они обрушились на землю. Для детей Божьей вскоре настанет решающее время. Время скорби. Какого еще не бывало с тех пор, как люди живут на земле. Сейчас у нас есть возможность трудиться. Аминь. Это то, что мы можем сейчас делать, и то, что мы обязаны сейчас делать. И есть еще одно утверждение из 5-го тома «Свидетельств для церкви» страница 463 здесь сказано «Работу, которую церковь не исполняет во времена мира и благоденствия, ей церкви придется делать в ходе страшного кризиса, при самых неблагоприятных и обескураживающих обстоятельствах». Лен Уайт продолжает сосредотачивать внимание и говорит «Работайте! распространяйте истину, распространяйте трехангельскую весть, не накапливайте богатство, вкладывайте сейчас ваши деньги в Божью работу, пока это не стало уже слишком поздно.» Вот на что Эллен Уайт постоянно фокусировала внимание и постоянно напоминала. «На распространение истины, столько, сколько это возможно, это то, что она говорила, ибо придет время, когда церковь будет делать эту работу, но уже во время ужасного кризиса.» Как можно это еще передать? Насколько же критически важно то, что мы сейчас делаем, прежде чем еще не наступил этот кризис. Аминь! Нам нужно хорошо поработать в эти дни. Сегодня день спасения. Есть еще один вопрос. Что произойдет с нечестивыми после закрытия времени благодати? Книга Откровения 16-я глава здесь описаны семь последних язв, и очень ясно показано, что произойдет с теми, кто отвергнет всякую попытку со стороны Бога спасти их от их грехов. В конечном итоге Бог оставит их наедине с теми идолами, которых они себе избрали. И тогда на нечестивых будут излиты язвы. Решение, которое они приняли однажды. Давайте откроем 20-ю главу Откровения стих 2-й. Мы еще вернемся к 16-й главе книги Откровения. И также к 22-й главе книги Откровения стихи 11-й и 12-й. Там сказано, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще.» Наступит такое время, в первую очередь для адвентистов седьмого дня, а затем и для мира, время испытания для мира окончится. Тогда характеры всех людей будут подготовлены или же не подготовлены к вечности. И все, второго шанса уже не будет. И другой возможности больше никогда не будет. Как это было во времена Ноя, когда он строил ковчег, когда Ной с его семьей вошел в этот ковчег и дверь затворилась, в тот момент дверь благодати закрылась. И люди которые были вне этого ковчега не могли уже войти в ковчег. Благодать для них закончилась. И то же самое произойдет в будущем. Эти события прямо перед нами в будущем. В книге Откровения в 16-ой главе очень ясно говорится о том наказании и о том необычном деле для Бога, которое будет сделано и наказание будет излито на всех не покорившихся Богу, на всех обитателей нашей планеты. Первая язва будет излита на тех кто получил начертание зверя и последовал за отступившим протестантизмом. На тех кто поклонялись образу зверя. Вторая язва будет вылита на море. Третья на реки, источники вод. Четвертая язва будет вылита на престол зверя. То есть здесь представлена папская власть. По той причине что Рим стал инструментом в руках дьявола. Для того что бы обманывать этот мир, их страдания будут просто ужасными от этих семи язв. Но все эти язвы будут плодом жизни в отступлении и восстании как для отдельных личностей, так и для церковных объединений и организаций. По сути это время сбора урожая и все пожнут то что они посеяли. Да это верно Коди. И не будет уже повторного шанса. Как мы уже говорили есть много людей которые утверждают что будет еще три с половиной года, но нет так это не работает. Именно сегодня день спасения. Сегодня мы должны прийти ко Христу поверить в Него и довериться Ему и просить Его вменить нам Его праведность. И надеть наши доспехи и начать совершать работу. В Библии есть очень хорошая метафора. Я только недавно читал во втором послании фессалоникийцам. Кто не желает работать тот пусть и не ест. Мы не сможем получать хлеб жизни и получать духовное питание Святого Духа в котором мы нуждаемся если мы не работаем. Это наша работа распространять трехангельскую весть. Нам нужно пробудить людей потому как время очень коротко. Аминь. И еще одно. Когда нечестивые придут они будут знать что уже слишком поздно что-то изменить. И они придут и поклонятся у наших ног. Они напрасно будут ожидать что может быть еще осталась какая-то возможность и они будут приняты. Но тогда будет уже слишком поздно что-то изменить. Безусловно так Коди. И это очень важно и это очень торжественно. Давайте посмотрим на какой вопрос мы уже ответили. А вот еще один вопрос. Спасенные присоединятся к адвентистам седьмого дня. А что тогда произойдет с другими деноминациями? Верные в тот момент времени Коди все будут объединены вместе. Верные тогда все будут запечатлены печатью Божьей. Они все тогда будут соблюдать истинную субботу седьмой день недели. Они все подчинятся тогда Иисусу Христу и Его власти. Но нечестивые Коди как отдельные личности так и отступившие церкви они отвергнут истину Божью. Книга Откровения 18 глава очень и очень ясно говорит о том что тогда произойдет с папством с Вавилоном Великим и с отступившими протестантскими церквами и со всеми теми правителями и царями которые объединяются с Римом. Книга Откровения глава 18 стих 8 говорит. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». И здесь дальше говорится о царях земли, как они восплачут и возрыдают у этой блудницы цари земные, которые благодействовали и роскошествовали с нею, когда увидят дым от пожара ее. И так Коди, когда папство будет уничтожено, то тогда отступившие протестантские церкви и цари и купцы они все тогда будут рыдать и будут мучаться потому что они увидят то разрушение которое постигнет Вавилон, разрушение которое постигнет их мать. Это полностью противоречит тому учению которому сегодня учат все деноминации, которые полностью в своих проповедях фокусируются на любви Божией. И это истина, потому как Божья любовь неизмеримо велика. Но также неизмеримо Его правосудие для тех, которые отвергли Его зов милосердия. Если мы не положим нашу жизнь полностью и безоговорочно в Его руки, в противном случае мы подвергнемся наказанию, потому как мы имеем великого противника. И самым большим противником являемся мы сами для себя, наша плотская природа. Также нашими противниками является сатана и легионы его злых ангелов, которые постоянно искушают нас. У нас нет ни единого шанса. Иезуиты и другие последователи различных секретных орденов, которые против нас. Различные движения, которые пытаются нам нанести вред. Со всеми этими противниками у нас нет шансов устоять против нас самих и против темных сил по всему миру. Да, безусловно, это так и есть. Мы нуждаемся в Духе Божьем, во Святом Духе, который прибудет в нашем разуме и даст нам способность различать, и даст нам золото огнем очищенное. И чтобы получить эту веру, может это и звучит парадоксально, но мы должны поделиться ей с другими. Потому что эта весть будет проповедана всем людям. Она будет проповедана либо с нашей помощью, либо без нее. Безусловно, это так. И потому каждый из нас должен подумать над тем, что он должен положить перед ногами Христа. И если мы найдем что-то, что противоречит воле Божьей, то мы должны отказаться от этого. Потому как это своеобразный идол. И нам нужно переосмыслить наши приоритеты. И поставить Христа на первое место в нашей жизни. Аминь, Коди. Безусловно, это так. Аминь. Билл, и последний вопрос на сегодня. Мы посвятили обсуждению все наше время, вместо того, чтобы дать прямой ответ. Что мы, как христиане, должны сделать для того, чтобы приблизить Второе пришествие? Идти и работать, Коди. Аминь. Идти и работать. Иисус говорит, идите по всему миру. Мы должны исполнять это. Любыми доступными способами. Либо с помощью ютюба, либо с помощью рассылки, либо делиться с нашими соседями. Может быть разносить книги по различным адресам. Оставляя книги у дверей домов. Люди должны узнать истину. Такими простыми способами мы можем это делать. Существует много различных способов. Вы можете распространять по почте рассылки. Вы также можете открывать свои собственные каналы на ютюбе. Как упомянул уже об этом Билл. Вы можете сделать маленькие пакеты с книгами и класть их, когда вы идете на работу. Вы можете так сделать 4 или 5 дней в неделю. Вы также можете сделать маленькие брошюрки и раздавать их людям. Туда, куда вы идете. И также, если вы пожелаете, вы можете ходить от двери к двери. Существует много способов, как это сделать. Намного больше, чем мы перечислили сейчас. Но главное это нужно понять. Не оправдывайтесь, почему вы не делаете то или это. Не оправдывайтесь, почему вы не делаете то, то или то. Потому что все мы можем хоть что-то делать. Скажите, разве тяжело положить буклет в почтовый ящик? Никто из нас не имеет никакого оправдания в то время, в которое мы с вами живем. И насколько это просто приносить плоды для славы Божьей на всевозможных путях, которые открыты для нас. И которые не были открыты для нас в 1844 году. Мы не сможем объяснить причину, почему мы не делали этого, когда мы предстанем перед Божьим престолом. Аминь. 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 П Macron. Поarrождение. По страну. Продолжение следует...